В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также с целью их предотвращения, Госавтоинспекция Карачева-Черкесии на территории Республики проводится профилактическое мероприятие «Пешеход». К акции привлечено максимальное число пеших и мобильных нарядов. О значимости темы расскажет Альбина Ламкова. Посмотрел на светофор, зеленый свет загорелся, пошел. Главное, чтобы проезжающих автомашин не было, правильно? А то же может быть такое, что водитель нарушает правила дорожного движения. Даже на светофор, когда красный для него, может проехать. Поэтому лучше все-таки посмотреть, подождать, пока он остановится, и только тогда переходить через дорогу. Основными задачами профилактического мероприятия «Пешеход» являются выявления, пресечения и профилактика нарушений правил дорожного движения. Госавтоинспекторы напоминают водителям, транспортных средств, а также пешеходам основные требования при проезде и пересечении пешеходных переходов. К сожалению, на территории республики есть факты ДТП с участием пешеходов. На территории Карачашкетской республики с 1 января 2023 года было зафиксировано 64 дорожных транспортных происшествий с участием пешеходов. В 23 случаях из них виновниками ДТП являлись именно пешеходы. Если мы берем пострадавших, в общей сложности пострадало 40 пешеходов в этих 64 дорожных транспортных происшествиях. И имеются, к сожалению, 4 случаи, когда у нас пешеход погибал. И в том числе есть один ребенок, совершеннолетний, который перебегал через дорогу. Для того, чтобы полноценно усвоить правила безопасного поведения на дороге, ребенку мало их выучить. Он должен видеть, как они действуют в реальной жизни. Видеть и положительный пример взрослых. У меня 5 детей. Детям мы объясняем, что надо переходить дорогу только на зеленый цвет, чтобы они всегда оглядывались по сторонам и не находились возле дороги. Потому что это очень опасно для жизни. Не надо идти в красный цвет, надо идти только в зеленый. В желтый надо готовиться, надо всегда оглядываться по сторонам. И на дорогу нельзя выходить. Камилочка, а если нет светофора, но тебе нужно перейти через дорогу, как ты это сделаешь? Я ищу зеверо и перехожу. Сначала оглядываюсь по сторонам и перехожу. Следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил. Запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности. Посмотрел по сторонам. Когда машины нет, тогда нужно переходить в дорожный пешеход. Хочется обратиться к участникам дорожного движения, как к водителям, так и к пешеходам. С просьбой, что же мы просим, неукоснительно соблюдать вот эти простые правила дорожного движения, касаемо пешеходов. Пожалуйста, пересекайте проезжую часть в местах, где это положено. И в обязательном порядке, подойдя к проезжей части, смотрите по сторонам. Посмотрите налево, посмотрите направо, как полагается. И только лишь убедившись в том, что проезжающих через данный участок за дороги автомашины нет, только в этом случае можете переходить через проезжую часть. При отсутствии тротуаров или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним, пешеходы могут идти в один ряд по краю проезжей части. При таком направлении они должны идти навстречу движению транспортных средств. При несении службы на маршрутах патрулирования сотрудники Госавтоинспекции Республики у нас проводят беседы профилактического характера с водителями, так же и с пешеходами о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, касаемо правил пояснения проезжей части и соблюдения водителями требований вступать в дорогу пешеходу там, где он пользуется преимуществом движения. И стараемся при общении с участниками дорожного движения приводить им статистику, которую мы сейчас с вами обозначили, чтобы до них действительно эта информация доходила, и чтобы они могли воспринимать ее со всей серьезностью. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Корчаева, Черкесия.